Ребятки, всем огромный привет! В этот раз обзор делаем на видео Эдика Адамяна, Ставропольский край. Вас также приветствуем. Название было заявлено. Ну что, наконец-то свершилось! Итак, обсудим потихонечку, всё по порядку с вами. Доброе утро! Всех приветствует Эдик Адамян, Гульнас в главной роли оператора. Эдик, что с мордой лица? Почему красные такие оттенки преобладают? Или может быть бухал, или давление шкалит. Или может, да, ребят, я верю в это, потому что знаем, что Эдик страдает давлением, есть какой-то недуг. Нужно Эдик себя беречь. А я предупреждала. Вот что значит перетаскать полторы тонны цемента на своём горбу. Аукнется ещё, не дай бог, конечно. Итак, довольный и счастливый Эдик Адамян у себя во дворе в пижамке практически. Почему так переполняет радость мужичка? Ой, снимай, Гульнас, снимай, снимай! Машина с отсевом приехала. Ребят, он в таком, знаете, воодушевлённом настроении. Почти выпрыгивал из штанов. Вот, снимай, Гульнас, покажи! Машина подъезжает, отсев высыпают в той зоне, где мы обсуждали, возле гаража. Там есть ещё одни ворота у них. Но слава богу, потому что первоначально хотел выгрузиться вот здесь, у себя, прям где они ходят, где центральный вход во двор. Высыпали этот отсев, и тут началось. Боже мой, посмотри, Гульнас, обрати внимание, Гульнас, это отсев! Берёт в руки, показывает, крупным планом, наведи камеру, пожалуйста! Мытый, мытый, перемытый! Я бы даже сказала, ребят, что за радость от отсева? Это что было вообще с человеком? Целую машину отсева купил, и как будто на трон сел. Ну, царёк не меньше. Надо ещё с той стороны показать, девочки! Я ухахатывалась. Побежали со двора, выбежали на улицу. А с улицы Гульнас снимай! Покажи, Гульнас! Ребят, это нужно видеть! Ну, сняли, ну, лежит куча отсева. И хотелось бы спросить, ой, Адика, и что? Ты, ну, я понимаю, впервые покупаешь сам за свои деньги машину отсева. Эдик, это нормально. Ты никак миллиардером от этого не стал. И благосостояние твоё не улучшится, что ты покаешь отсева машину ты привёз и продемонстрировал зрителям. Ты думаешь, люди не строятся, люди не покупают? Или вот откуда такая эйфория? Ребят, я не поняла, честно, такого воодушевления. Ну да, радость есть, потому что уже хоть какие-то работы делаются. Здесь соглашусь, что-то сдвинулось с мёртвой точки. Окна вставляли, говорили, за полдня всё сделаем. Ну, ребятки, помните наши предостережения? Что озвучивала Анжелика Снежинская? Пару-тройку дней это будет продолжаться. Вот второй день это длится, потому что вот так вот не делается. Работа есть работа, окон много. Это нужно потратить время. Итак, окошки второй день вставляют, подоконники лепят. Будь ли с консервацией эти водрузили на подоконнике, потому что нужен определённый груз. Всё правильно, здесь мы ничего не критикуем. Ой, ребята, но машина отсева меня просто поразила. Это нужно видеть, я ещё раз вам говорю. Побежали, побежали. Вот, смотрите, совсем по-другому смотрится дом с этими белыми окнами. Какой вид! Игульнас не отстаёт от Эдика. Тоже ей очень нравятся белые окна. Посмотри, снимает. Да видим мы, видим мы ваши окна, ребят. Вы даже себе не представляете, такие же окна стоят в каждом доме, вы не поверите. Это же не впервые в жизни вы нам демонстрируете эти окошки. Побежали на второй этаж. Вот одно окно в одной комнате. Ребят, танцевали Польку-бабочку возле него. Пошли в другую комнату. А вот здесь ещё, обрати внимание, гульнас. А вот в третьей комнате окна. Ребят, всё видео, окна, поставили окна, свершилось, наконец-то чудо у Адамяна. И знаете, попали в кадр эти двери. Вот эти деревянные, распахнутые, двустворчатые. Одна дверь, вторая, третья, четвёртая. И они все, вот дерево стоит. Как-то мне показалось очень грубо выглядеть. Что вы думаете по этому поводу? Напишите, пожалуйста, свои мнения в комментариях. А я своё, конечно же, выскажу. Ребят, ну они какие-то грубые. Вот эти фрамуги, вот эти вот рисунок, да, ну лично меня как-то не воодушевляют и не впечатляют. Вот я подумала, может быть, покрасить их тоже, уж раз окна белые, в белый цвет, белой краской. Краски есть сейчас на любой вкус, какие угодно. Вот что душенька твоя только захочет. Разные всякие, белую взять и покрасить все эти двери. Мне кажется, будет смотреться как-то легче, достойней и цивильней. Главное слово, Эдик. Может быть, ты всё-таки прислушаешься? Мы здесь не просто так сидим. Мы даём хорошие, такие добротные, качественные советы. Иногда, иногда можно и прислушаться. В грех не впадешь, Эдуард, это точно. Оказывается, ребятки, у них есть ещё баня. Я-то слышала, но показывать, по-моему, Эдик ни разу нам с вами не показывал. Вот это помещение. А чё сидел? Я не пойму. Ходил, чачу там дегустировал по всем родственникам. А чё баней заняться нельзя было? За это время, столько времени прошло, столько дней впустую. Ребят, почему вот хочет обшить вагонкой? Почему это не сделать? Эдик любит эту работу. Деревянная вагонка, мы это приветствуем. В бане самое оно. Почему нельзя было уже обшить эти стены и потолок? Всё бы было уже сделано. Вот про пол у меня как-то большие сомнения. Он говорит, плитку на пол не буду класть. Здесь тоже, наверное, доску, но не знаю, здесь я не ас, ребят. Не могу утверждать на 100%, вы подскажете. Но мне кажется, на пол нужна плитка. Баня, ну это же баня, нужна плитка на пол. Помыл себе и всё. Сланчики одел, да, сланцы на ноги. И, пожалуйста, себе принимай, ходи в баньку, милое дело. Мне кажется, это и гигиеничнее. Но это всего лишь моё мнение. Пожалуйста, напишите, как вы думаете, и как вообще правильно люди делают вот в банях. Как это нужно оборудовать. По феншую, да, вот чтобы было по феншую. Ребят, и скажу обязательно, я это мимо своего уха не пропустила. Уже не впервой я слышу, Гульнас открывает рот. И когда она начинает что-то говорить, ребята, ну не глупые вещи говорит. Правильно делает. Может быть, Туша к нам прислушивается, а? Как вы думаете, девочки, мальчики? Может быть, всё-таки смотрит и обзоры, и в комментариях тоже зрители ей пишут. Вот обои. У Эдика ещё полы не залиты, уже про обои речи ведёт. Вот спрашиваю, говорит Эдик, там у родственника, у какого-то. Вот может быть, уже можно клеить обои? Вот полы зальют, вот может клеить обои? Гульнас останавливает и говорит, Эдик, какие обои? Откосы ещё делать. Окна поставили. Это же всё нужно как-то сделать. Будет грязь. И действительно, это же нужно делать. Хотя, ребят, штукатурить он, шпаклевать ничего не будет. Пластиком это всё затянет, зафигачит. Хотя, это не шумоизоляция и не теплоизоляция. Однозначно. Скажу ещё раз, я нужно, чтобы было качественно, конечно же, пошпаклевать. Но это Эдик. Уже решение принято. Мы знаем, как он это сделает всё. Но действительно, это всё равно какие-то работы. Дальше. Газовое отопление. Ещё будут и эти работы проводиться. Про какие обои на данном этапе можно вести речь. И Гульнас ему перечит. Ребят, я это слышу. Браво, Гульнас! Что могу ещё сказать? Делает замечание. И оно не глупое, это замечание. Так, может быть, почаще нужно высказывать своё мнение? Давай, почаще, Гульнас. Тебя зрители будут поддерживать вот в чём-в чём, ребят. А в этом я уверена. Значит, всё-таки женщина что-то где-то соображает. И Эдик сказал, как скажешь. Ох ты, Боже мой, какой милый зайчик. Мамки натыкиться. Дидев голубчик. Дидев, это на украинском языке, это дедушкин, да? Голубец. Голубчик. Дидев ты голубчик наш. Он жёнушку свою слушает. Даёт ей право слова. Ребят, прям перевоспитались на глазах. Могу только поприветствовать, я этому несказанно рада. Вот люди на глазах меняются. Ещё наступит то время, когда Анжелика Снежинская будет вещать на своём канале и петь оды, Эдик, в твою честь. Такое тоже возможно, я не исключаю. Ну, давай, я хотела сказать, дерзи. Ой, ребят, что-то этот обзор получился очень уж такой юморной. Дерзай, Эдуард. А мы тебя поддержим. Ну, конечно же, только в правильных твоих решениях. Дерзай. Жду ваших комментариев с нетерпением, не забываем, да, отметиться, что вы у меня здесь были в гостях. Пришли, кнопочку нажали, какую угодно. Посмотрели, и я буду знать, понравилось или нет. До скорых встреч, дорогие мои. Всем пока.